Когда я получил этот билет, я понял, что я буду присутствовать на мероприятии, на котором находится молодежь, которая через несколько лет будет занимать ключевые позиции во всех сферах общественной жизни. Приглашение на губернаторский бал получили только продвинутые в приоритетном направлении представители кубанского студенчества. Они даже в имперских интерьерах не теряют связь со всем на этом. Первым делом мозг и руки в ноутбуке, ну а девушки, а девушки потом. По этикету все по парам. Все лауреаты, стипендиаты, одним словом, заслуженные студенты кубани. На этом, по-моему, присутствуют люди, лучшие студенты со всего края, победители в Олимпиадах, просто активные студенты. Актив нации – это зона инновационных проектов. Именно они способны изменить мир к лучшему. Что светит обладателям повышенного коэффициента IQ – повышенная стипендия как минимум. С 2009-го у кубанской интеллектуальной молодежи появилась возможность проявить себя на конкурсе инновационных проектов. Он проводится под патронажем губернатора Кубани. Значимые для развития края проекты получают финансовую поддержку. Идеи должны быть материализованы. Аграрный университет В 2010-м высокое интеллектуальное признание получили студенческие работы ведущих вузов Кубани. Александр Самсонов Агроуниверситет чествовал сразу двух своих воспитанников. Александр Самсонов и Сергей Бульдеев удостоились рукопожатия главы краевой администрации Александра Ткачева. Сергей Бульдеев Александру удалось даже дважды получить титул IQ. Его идеи по энергосбережению при почве обработки достойны краевых инвестиций. Сергей, третий курсник Мехфака, предлагает оптимизировать уборку кукурузы. Светлые головы выдают нестандартные решения, убежден его научный руководитель Евгений Труфляк. «Культура дает очень высокий урожай, но часть остается в поле. Что вы предлагаете?» «Мы предлагаем новый способ уборки, то есть совершенно новый початкоотделяющий аппарат». Этот проект занял второе место в области экономического развития, а Сергей получил сертификат на 200 тысяч для реализации ноу-хау. Однако бал, господа, название свое оправдывает. Вальсировать пришлось по-настоящему. Азарная кадриль оказалась весьма по нраву представителям культуры физической. Праздник для Университета физической культуры был вдвойне. Разработка энергетического напитка была признана значимым инновационным проектом по формированию здорового образа жизни. «Просто, знаете, как энергетический батончик вносит энергию. Данный этот напиток несет в себе вызов различным допингам, то есть он как антитопинговый препарат. То есть мы надеемся, что наш продукт будет использоваться в подготовке спортсменов к Олимпийским играм в 2014 году в Сочи». Это только начало, уверен ректор профессор Ахметов. Аналогов у этой разработки нет во всей России. Формат молодежного бала – новая эстетика, новые традиции. Такому уровню хочется соответствовать. «Еимовским менеджерам было легко, потому что у них был опыт за спиной. Все различные мероприятия, проводимые нашим вузом, все хореографические номера помогли им на этом балу». Такой высокий прием был оказан не только представителям высшей школы. Лучшие представители среднего профессионального образования, студенты колледжа и техникумов не отставали в изящности манер и остроте ума. Руководители учебных заведений любовались своими воспитанниками. Поколение «Некст» органично вписалось в имперскую эпоху. Высокий стиль стимулирует высокие порывы. «В будущем я хочу заниматься экономикой, я хочу принести блага всей Кубани». Для лучшей студентки колледжа это не просто слова. Элла специализируется в области бухгалтерского учета. Весьма результативно. «Я получила высшую краевую стипендию, получаю ее каждые три месяца. Заняла третье место на Олимпиаде по краю в области истории. А также принимала участие в различных Олимпиадах среди города и также на территории просто колледжа». Краснодарский машиностроительный колледж в этом году отмечает свое 70-летие. В системе профессионального среднетехнического образования Юга России они признаны лидерами. Устроитель бала Департамент молодежной политики постарался на славу. Все детали органично дополняли друг друга. Стресс-код мероприятия поменял имидж даже эстрадного певца Сергея Крылова. Своё право не только на бизнес, но и на заслуженный отдых провозгласили студенты колледжа «Бизнес и право». Этот год для колледжа тоже юбилейный – БИПу-15. Главное достижение, конечно же, его воспитанники. В честь и быть на Екатеринском балу удостоились участники конкурса «Мисс и мистер БИП». «С нами на бал приехали лауреаты, стипендиаты, отличники, активисты нашего колледжа». Активные, талантливые, успешные. Одним словом, удачная партия. «Эта атмосфера воодушевляет нас на новые подвиги. Это супер просто». С таким настроем «Золотой век Екатерины» станет «Золотым веком Кубани». «Золотая молодежь Кубани» на низком старте. Карету им, карету!